Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Контроль за ремонтом дорог. Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров дал поручение профильным ведомствам. Снова переполненные контейнеры. Разбираемся, кто прав, кто виноват. 9 миллионов рублей взятки. Задержан руководитель отдела крупного рязанского предприятия. Прививка от коронавируса и затянувшийся ремонт. Подводим итоги недели. До 19 марта управлению благоустройства города необходимо четко обозначить участки городских дорог, требующие гарантийного ремонта. Полный список должен быть опубликован. Такое поручение дал вице-мэр Владимир Бурмистров профильным ведомствам. Теперь контролировать восстановление асфальта станут и депутаты городской думы. Принуждение к гарантийному ремонту разбитых участков дорог – самая действенная весенняя мера. Владимир Бурмистров настроен категорично вплоть до судебных разбирательств. Понятно, что ямочный ремонт никто не отменял. Его даже усилят до 200 квадратных метров в день. Но указать подрядчикам на их прошлые ошибки – это всегда эффективно. Срок до 19 марта. Также в управление благоустройства поручение направить в правовое управление администрации города комплекты документов с обоснованием необходимости обращения в судебные органы с исковыми заявлениями. Контроль за гарантийным ремонтом разбитых дорог теперь будет совместным. Подключение депутатов в Гурдуму в этом смысле выглядит вполне резонным, а для так называемых общественных контролеров предложили внедрить специальный информационный ресурс – интерактивную карту с обозначением участков. Еще одна немаловажная тема – пропускная способность рязанских дорог. Искусственно ее повышать запрещают в ГИБДД, а умная система регулировки может давать сбои. Система сейчас работает, пока сухо, пока есть разметка, пока нет деревьев, там не мешает, я прочитал справку. А как только выпадает снег или как только кто-то из водителей начинает ехать в ГИБДД, система работает, перестает тогда вопрос. У нас такие ситуации происходят в день десятки, сотни. Тогда зачем вообще эта система? Ни одна система, ни одна, поверьте мне, не может обработать именно то количество транспортных средств, которые пройдет через определенный кончик. Здесь происходит специальная программа для ценных ситуаций. Всю ситуацию, конечно, видеть не должно быть. Но если эта система совсем не работает, то тогда город это видит. Дальше эту систему регулировки будет оценивать научное сообщество. А забота городских властей увеличение автобусного парка на 85 единиц. И последнее китайское предупреждение частным перевозчикам, не исполняющим график движения. Сейчас их пока уведомили, жестче обещают поговорить в апреле. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тарифы на вывоз мусора изменились, а жалобы остались. Полные мусорные контейнеры – это проблема вне времени года. Например, на улице мехзавода подъезд к мусорным контейнерам свободен, но они все равно переполнены. Большой мусорный контейнер, как и тара, для раздельного сбора мусора переполнены. Отходы вываливаются на землю. Разрывая пакеты, бездомные собаки подбирают съедобные фрагменты отходов и растаскивают их по округе. Так выглядит мусорная площадка в поселке мехзавода. По установленному закону, контейнерные площадки не только должны быть огорожены и иметь твердое бетонированное покрытие, но и сами мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии. Периодичность вывоза мусора строго регламентируется. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, нельзя допускать загнивания и разложения бытовых отходов. Но учитывая то, какой аромат исходит от этого контейнера, можно сказать, что правила не соблюдаются. В холодное время года при среднесуточной температуре от плюс 5 градусов и ниже, вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в трое суток. В теплый же период, при среднесуточной температуре свыше 5 градусов, мусоровозы должны вывозить отходы ежедневно. Местные жители говорят, что здесь стандарты регулярно нарушаются. От переполности контейнеров мусор некуда складывать, им завалена вся площадка. Кроме того, выпавший из контейнеров мусор, помимо санитарной опасности, представляют угрозу здоровью и жизни граждан. Не очень приятно. Гора мусора и невозможно подойти. Какая-нибудь бабушка условно подойдет, здесь скользко и пакеты накиданы. Не очень удобно. Постоянный этот мусор, они не выводят. Местные жители говорят, что неоднократно видели, как при попытке выбросить мусор здесь падали люди. Подходя к контейнерам вплотную, они либо спотыкались об мусор, либо подскальзывались, ведь баки для отходов стоят не на бетоне, а на льду. Из-за того, что мусорная площадка расположена рядом с дорогой, при падении люди зачастую скатывались на проезжую часть. По сообщениям очевидцев, серьезных травм рязанцы пока не получили. В то же время ликвидировать хотя бы одну проблему региональный оператор обязан – вовремя вывозить наполненные контейнеры. Тем более, подъезд к ним не ограничен. Одновременно с этим, по закону, за самой мусорной площадкой должны регулярно ухаживать представители хозяйствующего субъекта, отвечающего за данную территорию. Ими могут оказаться сотрудники управляющей организации или ТСЖ. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Руководителя отдела крупного рязанского предприятия задержали за взятку. По версии следствия, за общее покровительство и беспрепятственную приемку продукции саратовского предприятия рязанец с 2017 года суммарно получил взятку на сумму более 9 миллионов рублей. Оперативники антикоррупционного управления при силовой поддержке ОМОНа начальника отдела одного из крупных предприятий Рязани взяли с поличным прямо во время получения денег от посредника. По версии следствия, рязанский завод и саратовское предприятие партнерой. И первый получал от саратовской организации комплектующий для изготовления приборов. С 2017 года по настоящее время 58-летний сотрудник рязанского предприятия, который также является заместителем председателя закупочной комиссии своего завода, за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции саратовского предприятия, получил от 57-летнего директора этой организации более 9 миллионов 300 тысяч рублей. Во время обысков в рязанском и саратовском предприятиях, а также в местах жительства фигурантов, были изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Следственным управлением Следственного комитета России по Рязанской области на основании предоставленных УЭППК УМВД России по Рязанской области материалов в отношении 58-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получение взятки в особо крупном размере, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде ареста. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели рейды по магазинам торгующим оружием. За прошлый год выявлено порядка 800 нарушений правил оборота оружия и частной охранной деятельности. Обычно грубых нарушений магазины не допускают. Но всю документацию полицейские все равно проверяют скурпулезно. Старший инспектор по особому поручению в Центре десантно-разрешительной работы управления Росгвардии поездной области, полиции, громадные тренировки. Прибыл для проверки условий сохранности оружия. Раз в полгода они приходят во все оружейные магазины. Книга учета – главный документ проверки. Записанные от руки номера в ней должны совпадать с теми, что на гладкостволах и травматах. В этот раз особо внимательно инспектор осматривал помповые ружья. Нарушений не нашел. Все отлично. Старьте руки назад. Давайте посмотрим, как вот такие дни. Тщательно инспекторы проверяют и комнаты хранения оружия. Нарушения, конечно, фиксируют, но незначительно. В основном в документации, а не в правилах хранения. Под контролем Росгвардии сегодня около 30 тысяч владельцев гражданского оружия. На руках у которых более 40 тысяч единиц гладкоствольного оружия и порядка 7 тысяч экземпляров оружия ограниченного поражения. Четкий учет? Обязательно. Максим Васильев, телекомпания «Город». Чередование потепления с заморозками приносит горожанам неудобства. Сейчас рязанцев окружают ледяные тротуары и разбитые дороги. И совершенно разная информация о своем вкладе в уборку у жильцов и управляющей компании. Анна Горцовская выслушала и тех, и других. В доме номер 7 на улице Пугачева с наступлением потеплений начала протекать крыша. Тающий снег пропитал дом влагой с пятого до первого этажа. Местами лужи составляли несколько сантиметров в глубину. Проблема существует несколько лет. В этом году местные жители ожидают обещанного капитального ремонта кровли. С наступлением очередных заморозков течь прекратилась до следующих потеплений. Однако вокруг дома, как и у большинства строений, расположенных на улице Пугачева, возникла еще одна проблема. Заледеневшие тротуары во дворах некоторых домов. Никто не убирает. Как бы управляющая компания работает совершенно плохо. Никому ничего не надо. Вот я в 60-х годах здесь училась в педоинституте. Вот была чистота в Рязани. А сейчас везде помойка. Дворник молодец. Дворник свою работу выполняет. То есть тротуары как бы нормальные. Большое негодование у местных жителей вызывают автомобильные дороги во дворах. Страдают машины, здесь же падают и пешеходы. В управляющей компании одного из домов не смогли точно сказать, кто ответственный за эту дорогу. Но сослались на кадастровую карту Рязани. Это публичная карта. Тогда можно зайти посмотреть. Но у дома не определены границы данного участка. Поэтому их нет как таковых. На официальном сайте публичной кадастровой карты города видно, что дорога около дома номер 14 на улице Пугачева находится на территории многоквартирной застройки. Как бы то ни было, во время снегопада в территорию дома убирали сами жильцы. Да, да. Мы организовывали выходные в субботу. То есть когда самые снега вот эти были, мы выходили там, ну, вечерком, там, не знаю, полчаса, час. У кого были лопаты, сами свои лопаты брали и чистили. Управляющая компания предоставляет другую информацию. У нас есть фотоотчеты. У нас выкладывается в группу ВКонтакте. Вы можете зайти, посмотреть. Там при каждом снегопаде вызывался трактор. Там все татуары вычищены до асфальта, если вы видели, на месте. То есть там постоянно с вывозом снега было. Хотя это не заложено в тарифе даже. Тарифом заложена только сдвижка снега. Нам почистили один раз площадку нашу. Один раз. Все. Правозащитники говорят, что ежегодно от нечищенных тротуаров и дорог в Рязани страдают тысячи людей. В этом году жалоб на управляющие компании было достаточно много. В начале недели появилась информация, видно это после вмешательства прокуратуры, которая там наверняка рассматривает заявление тех, кто падает, ломает руки и не решает ситуацию. 130 вакансий дворников появилось. Ну, сумма-то, наверное, немаленькая получается по сегодняшним меркам. В денежном выражении каждый месяц эти люди должны были получать деньги. Вопрос, кто эти деньги им не додавал? То есть кто-то эти деньги получал вместо дворников, я так предполагаю, своим юридическим умом. И кто-то не делал эту работу. Возможно, теперь ситуация улучшится. Ну, а пока в Рязани, как и во многих городах России, обычные граждане пытаются ликвидировать налети и колеи с помощью простого топора. В то же время юристы советуют при получении травмы или материального ущерба от заледеневших дорог обзавестись свидетелями произошедшего. Любой прохожий может оставить пострадавшему свой номер телефона для связи. После этого в суде при помощи свидетелей гражданин может добиться справедливостей и получить от виновной организации возмещение ущерба. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К новостям недели. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил на заседании правительства региона, что, цитата, «каждая ветвь власти должна работать как часы, чтобы минимизировать количество жалоб от населения. Ямочный ремонт на улицах города нужно завершить к концу апреля». Конец цитаты. Максим Васильев продолжит. Улицы Рязани требуют ямочного ремонта. С этого начал заседание Кабмина Николай Любимов. Снега в городе все меньше, а вот традиционных весенних выбоин на асфальте, как подснежников. Времени на раскачку нет, заявил губернатор. Впрочем, в мэрии это прекрасно понимают. Ежедневно ремонтники латают 100 квадратных метров и готовы ускориться. Сроки выполнения работ от губернатора вполне подходящие. До 1 мая мы вообще все должны в плане ямочного ремонта закончить, чтобы люди к праздникам уже могли спокойно передвигаться по дорогам. Этому будет, я думаю, способствовать и погода, чтобы мы уже с вами вместе могли что-то реальное показать людям. Не просто ответить, сколько у нас метров квадратных в день заливается, потому что это не видно никому, к сожалению. А сколько исправлено дорог и где у нас еще какие-то, не дай бог, проблемы остались. Количество жалоб – главный индикатор работы властей. Сегодня рязанцы в большей степени недовольны перевозками и несоблюдением маршрутками графика движения. Муниципальные власти уже восполняют рейсы своими ресурсами. На линии работает 12 дополнительных автобусов. Многие перевозчики не выполняют в полной мере свое расписание. Я даже их могу назвать. Это ИП Глебов, то есть такие перевозчики, которые выполняют на 30% свое расписание только выполняют. ИП Глебов, Рязань, пассажир транс – 29% от нормативного. Такс авто – 70%. Ну, есть целый список. Мы с ними работаем, уведомляем их, и, наверное, надо будет применять к ним меры судебного воздействия. Потому что действительно, по-другому мы повлиять перевозчиков не можем. К стандартной повестке правительство вернулось уже ближе к середине. Кабмин поддержал преференции субсидий для малого и среднего бизнеса при строительстве промышленного индустриального парка и начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Успенское Скопинского района. На это Минспорта региона потратит 25 миллионов рублей. Ну и напоследок прозвучали цифры занимательной статистики. Из 913 поручений губернатора срок исполнено 876. Остальные продлены. Отсутствие реакции чиновников не зафиксировано. Максим Васильев, телекомпания «Город». Накануне 8 марта глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила приют городской службы по контролю за безнадзорными животными на проезде Яблочково. Она напомнила, что Рязань получила 14 миллионов рублей на отлов, вакцинацию и стерилизацию собак. У каждого животного в этом приюте своя история. Марина Селезнева, руководитель приюта, показала Елене Сорокиной, как живут здесь собаки. И рассказала о судьбах некоторых из них. Животных очень много на улице оказалось. Это шурупчик. Он хорошо себя чувствует только в таком помещении, потому что он из подвала. Он посажил там несколько месяцев с ломаной лапой, на зубковой. Выловил три дня, он там в трубах. Дикий-дикий совсем был. И он вот так у нас живет, потому что в других моментах он стрессует сразу. Но это ему хорошо, когда он в закрытом помещении. То есть он хороший, очень ласковый, но чужих людей очень боится. Осмотрев территорию и вольеры приюта, Елена Сорокина была очень растрогана лохматыми подопечными Марины. Она обсудила дальнейшую работу службы по контролю за безнадзорными животными и отметила, что у сотрудников приюта накуплен большой опыт, который нужно использовать. Вашему учреждению быть, это точно. Давайте думать, как, каковы функции ваши будут. То, что сейчас вступает в действие новый закон, и Рязанская область выстраивает отношения по исполнению федерального законодательства, мы с вами все это видим. В Рязани, как и в других муниципальных образованиях, доведены средства. Нам 14 миллионов довели на отлов, на вакцинацию, стерилизацию собак. И затем собаки провакцинированные, стерилизованные, должны быть выпущены в естественную среду обитания, если они не представляют угрозы для окружающих. После проведения торгов будет определена организация, которая возьмет на себя функции по работе с животными в городе. В приюте будет ветеринарное отделение, пищеблок, помещение для раздельного содержания щенков и взрослых псов. Вы нужны нашему городу. Ваша доброта, ваши силы, ваша любовь к животным. Вы нам нужны. Вы – ваше учреждение. Это центр всего волонтерского движения. Это управленческий центр по изменению отношения к животным в Рязани. Надо сделать так, чтобы животных покалеченных не было совсем. Чтобы собаки все были здоровы, чтобы они не нападали на людей, чтобы они мирно жили с людьми. Глава городской администрации поручил управлению благоустройства совместно с Мариной Селезневой осмотреть участки подстроительства. Управлению экономики и цифрового развития надлежит проработать вопрос вовлечения частных инвестиций в этот проект. Олеся Котровская, телекомпания «Город». История с протекающей крышей в доме номер 9 по Первомайскому проспекту, который мы рассказали 1 марта, получила продолжение. В ответ на наш запрос, исполняющий обязанности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктория Сорокина заявила, что в начале следующей недели специальная комиссия проверит крышу. Нынешняя протечка не возникла вдруг. Все это следствие некачественного капитального ремонта, за который подрядчику придется держать ответ. Для пенсионерки Валентины Трифоновой нынешняя течь с потолка не первая такая неприятность. Оказывается, еще два года назад здесь уже был инцидент. И осенние потопы накрыли не только квартиру ветерана труда. Жаловались практически все жители. Но именно Валентине Трифоновой рабочие доставили больше всех неудобств. В октябре, в ноябре стали нашу крышу сбрасывать, этот ромбирует, и перекрывать железом. И вот тут начались проблемы. Сначала у меня, я говорю, проломили в прихожей, там бегали эти наемные рабочие-то, потолок заделали. Потом у меня стала быть вытяжка. Они еще, мы тут не доделали, мы-то все это не протекает, а мы все не доделали. Тогда подрядчики смогли привлечь к устранению недоделок. Сможем это сделать и сейчас, уверяют сегодня в фонде капитального ремонта. Два года назад строители реагировали живо. Мы совместно с управляющей компанией вышли, зафиксировали этот момент и отправили претензию в адрес подрядной организации. Подрядная организация, в свою очередь, при наступлении благоприятных погодных условий, замечание устранила. Однако, так как не было сильных атмосферных осадков, было сложно это проверить. Да, факт мы, конечно, зафиксировали, что да, поправили фальц. Дело там не в гидроизоляции, а в том, что замки фальца разошлись. Это покрытие металлической кровли. Сегодня решение однозначно. Крышу дома будут приводить в порядок. Фиксацией нарушений займется специальная комиссия. Фирма «Факел», проводившая ремонт дома в 2016 году, «Московская». Но ее представители на осмотре новых протечек тоже будут обязательно, говорит исполняющая обязанности руководителя фонда капремонта Виктория Сорокина. Операция намечена на начало следующей недели. Для выявления всех дефектов важно, чтобы потеплело и лед на крыше начал таять. «Основная наша задача выйти на дом вновь и зафиксировать. И это не просто факт, который, ой, давайте зафиксируем, что там течет. Нужно зафиксировать, где течет, что течет и по какой причине. И в какие сроки это нужно исправлять. То есть, все ситуативно». Шестилетний гарантийный срок не закончен. А значит, подрядчик будет устранять все неудобства за свой счет. Главное, чтобы на этот раз фальцремонт не оказался очередным фальцстартом. В фонде капремонта пообещали это четко проконтролировать. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». 22 декабря стартовала прививочная кампания от коронавируса. Правда, рязанцы прививаться не спешат. Стоит ли бояться прививок или последствия все же есть? Расскажем прямо сейчас. «Вся процедура напоминает обычную прививку от гриппа. И медсестра та же, и делают заветный укол так же быстро. Только вот прививают сегодня от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». «Зараза – это очень серьезная. Конечно, она не кончается. Видимо, в скором времени она не кончится. Поэтому поступило такое предложение. И мы согласились с женой вместе сделать прививку». Александр делает уже второй укол. Дело в том, что сама процедура вакцинации проходит в два этапа. Две прививки с разницей в три недели. После первой осложнений у мужчины не было. Теперь вместе с супругой надеется, что вторая тоже пройдет без последствий. «Можно говорить о прививочных реакциях, которые часто встречаются, например, относительно часто. Встречаются это повышение температуры, какая-то местная реакция в месте инъекции, небольшое покраснение, может быть, небольшая болезненность в месте инъекции. Как правило, других каких-то более серьезных осложнений, обычных явлений не отмечается». Валерий Демихов признается, что вакцинация в Рязани проходит вяло. С конца декабря в научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии первую часть вакцины получили около 600 человек. Полностью привиты от коронавируса 300, а это меньше 1% жителей города. А глобальная проблема, почему люди не идут на вакцинацию, говорят врачи, это слухи, которыми обросла прививка. Но специалисты утверждают, что на уровне слухов все это и остается. Такого же мнения и рязанцы. «Мы делаем прививки от гриппа каждый год, и про них тоже много мифов ходит, поэтому мифы мы не слушаем. Мы смотрим уже на результат». Когда прививочная кампания закончится, неизвестно. Вакцинация продолжится до тех пор, пока иммунная прослойка населения не достигнет 70-80%. Говоря проще, пока у большинства россиян не появятся антитела. А прививку от коронавируса делают в 11 медицинских учреждениях города и области. Адреса можно узнать в интернете. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В КВЦ АК 10 марта открылась выставка-ярмарка меховых изделий. Посетив ее, представительницы прекрасного пола смогут выбрать шубы и пальто из норки «Мутона» и «Нутрии». Спешите только пять дней. Поэтому за шубой именно сюда. Мечтали о норке, сейчас самое время ее купить. Скидки 30% на все. В следующем году прогнозируется дефицит мехового сырья и, как следствие, рост цен на готовые меховые изделия. Поэтому сейчас самое время покупать добротные и качественные шубы по выгодным ценам на Тверской меховой. На все изделия действует рассрочка без переплат. Успейте купить лучшую шубу для себя по выгодной цене. Выставка продажи Тверской меховой компании будет работать в КВЦ АК с 10 по 14 марта включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова